Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, может быть, необычную задачку. Вот, смотрите, две картиночки. Одна живопись какого-то современного художника, очень симпатичная картина. И другая фотография, ну вот, девушка в траве. И можно найти некое сходство в сюжете. Трава и уход в пространство. Трава на переднем плане читаема и уход в пространство. И как бы луч света. Ну, в данном случае луч света контражур, а здесь, наоборот, боковой. Но, тем не менее, можно притвориться, что вот такие блески света, как на этой картиночке, могли бы и здесь тоже прозвучать. Плюс симпатичная фигурка. Мне показалось, что фигурка похожа на одну мою знакомую. Вот, я потом впишу ее речика сюда. Вот фотоматериал, вот картина. Попробуем их соединить и вообще обнаружим для себя, как вспомогательный материал в виде картин других художников, помогает фотографию перевести на язык живописи умно. Потому что многие из вас пытаются прислать фотографии и просто срисовывают фотографию. А, как правило, это и трудоемко, и невкусно получается, потому что, ну, технически тяжеловато сразиться с фотографией. А какие-то решения художественные, обобщение, как вы видели только что, вот этого заднего плана обобщения, вот эти акцентные проявления света на травках, вот, и наоборот, мутные фигуры, не такая читаемая фигура на переднем плане, а наоборот, мутные фигуры. Это красиво, это красиво, и можно... Фотоматериал, как бы, обычный, по сути, обычный фотоматериал, которого можно нафотографировать за лето, 100 штук, переводить на язык полноценных картин. Вот, но мы в дальнейшем еще будем это все обсуждать. Во-первых, даже вот на уроках у нас сколько людей приходит, приносит человек, допустим, хочет написать портрет дочери, хочет написать портрет жены, там, или, наоборот, портрет мужа, и так далее. И я обычно приглашаю, говорю, так, окунайся в бумажечки, там наш фотоматериал для рисующих, и там много всяких портретных решений, художественно уже решенных, то есть картин, и приглашаю туда окунуться и найти подсказку для этого портрета. Вот человек пришел с фотографией, и ему говорю, ищи подсказку. Он достоин, допустим, там, три десятка фотографий с портретами. Мы просматриваем, просматриваем. О, смотри, смотри, какой фон, смотри, как сюда подходит. Смотри, и свет похож, контражур или ажур, или боковой, и тоновые, тоновые, то есть степени темности, тоновые пятна похожи. И все, и можно обратиться за такую задачу. Итак, первое, что я сделал, я просто срисую, я думаю, что камерка нам, вернее, монтаж нам будет периодически показывать картину, с которой идет работа, срисую фоновое пятно картины. Там два человека, но я срисую только фоновое пятно. Белила, синий, можно даже, ой, коричневый вес, ладно. Можно даже черный добавить. Вот такую темнятину на переднем плане. Светлятину на дальнем плане. Тут два плана. Один дальний, мутный, туманный, и один передний. В данном случае я к синему добавил, в том числе, не только коричневый, но и черный. Густая сметана, разжиженность, но не слишком густая, то есть в меру. Один далеко. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко с оттенками, где-то в пользу сиреневого, где-то за счет розового с синим, где-то в пользу зеленоватости, то есть коричневый с синим, где-то чернит, просто чернит. Поэтому подкладкой под зелень выгодно класть такие сиреневатые, коричневатые, то есть как бы цвет земли и цвет сухой травы в тени. Поэтому коричневатые и сиреневатые оттенки подкладки под зеленую траву, и в данном случае это так, и практически всегда художники это делают, никогда, во всяком случае практически никогда не кладут зеленый в чистом виде сразу на холст. То есть обычно какую-то подкладку под зеленый делают, чтобы зеленый не выглядел примитивно. Он обладает этим свойством, выглядит примитивно. Это вот коричневый даже воскричал. Сиреневизна. Сиреневизна с розовым проявлением. Сиреневизна может быть, ну или фиолетовый с сиреневой, может быть в пользу синего, в пользу розового. Сиреневизна. Сиреневизна. Рука устает, то есть отличный фитнес. Наш песик там развлекается на улице. Ну, скажем, чтобы вы понимали, сколько вещества краски ушло. Это формат 60 на 80, и ушло, ну, где-то размер тюбика, краски ушло размером с тюбик. В основном, конечно, белило, в меньшей степени синий, меньше коричневого, еще меньше розового. Просто некоторые не знают, сколько же вещества нужно заложить в картину. В данном случае, вот эта наштрихованность. Штрих чем хорош? Мало того, что он напоминает идею травы. Вот эта вот идея травы. Идея травы за счет множества вот этих... И штрих... Я заметил, что новичок часто штрихом воспринимает вот такое. Нет, штрих это все-таки серия возвратных движений. Вот так вот. Здесь он даже траву, смотрите, кладет. Ну, так, во всем случае, мне виднеется. Появляется некая динамика склона и торчания. Ну, и тем больше, на фотографии, на нашей, с которой мы будем девушку писать, тоже есть этот мотив. Мастихина. Плашмя мастихина. Можно сделать такие брутальные, плоскостные наштриховки. Более... Создающие более туманный характер. Мастихина. Напоминаю, мы сейчас просто списываем фоновую затею. Возможно, вот эти акценты светлого у нас будут чуть-чуть в других местах, когда мы уже доберемся до вырисовывания сюжета. Сейчас я немножко зелененького добавлю в виде изумрудки. Чуть-чуть туда подпущу. Изумрудка это изумрудная. Изумрудная? Просто изумрудная, да. Так, хорошо. Теперь возьму изумрудную опять же. Возьму охру. Будет такой вполне себе зеленый цвет. Но охра немножко собьет едкость изумрудной краски. Вы видите, мастихин вот такими движениями может создавать достаточно эффектные линии травы. Изумрудную можно с охрой, можно с коричневой. Будет здесь уже более темное, темное решение зеленого. И даже с черной. Может быть нам оператор сделает замедленную съемку, как бегает мастихин по холсту. То есть я переворачиваю периодически, переворачиваю, взбиваю краску то так, то сяк. Можно даже вот такую резонину устроить. Резьбы, резьбы. Тут же задавленность краски. Раздавленность, задавленность. Даже вот такие плашмя мастихином удавленности краски тоже для глубокости пятна темного. То есть не только все рябит торчаниями, но и глубокость одного куска, второго куска, третьего. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ручка Я сейчас пытаюсь найти силуэт фигуры на холсте Может быть я покажу вам сам аппарат, который вам бы пригодился для поиска фигуры Для профессионального художника не составляет труда найти фигуру на холсте Но даже профессиональные художники в наше время пользуются вот таким инструментом Это проектор Пучок света бросает изображение Здесь на флешке изображение В электронный вид И на холст Понятно, что в более темном помещении это делается И надо сказать, что даже на уроках мы стали это использовать Потому что люди, естественно, не справляются с рисунком А так мы все время можем удерживать рисунок в рамках того, как он и должен выглядеть Ну, я буду без этого Но вам всем я рекомендую все-таки воспользоваться вот таким замечательным инструментом Для своих работ и не ошибаться в рисунке То есть это очень простая вещь Стоит всего там тысяч шесть Ну, это через интернет шесть, а так может быть восемь В общем, рекомендую всем Западные художники давно все пользуются этими услугами таких инструментов А наши немножко стесняются Но уже москвичи, я думаю, не стесняются никто Все московские художники пользуются подобным инструментом У кого задачи сложного характера Ну, скажем, портретные задачи Пейзажи, конечно, для этого не очень нужны Так что имейте в виду, что для вас не будет проблемы найти фигуру в формате То есть вы этот уже накрашенный холст приносите в темное помещение Ну, средне-темное Бросаете изображение и буквально мастихином достаете силуэт И никаких проблем с рисунком не будет Вот стерка, если что, имейте в виду, что палец прекрасно стирает То есть вы konkувαι Sciences Теркает Симки body Теркает Теркает Продолжение следует... Складки одежды на фотографии, какие есть, а в живописи желательно делать складки, которые облизывают фигуру, обозначивают основные проявления фигуры анатомии. Проявление анатомии. Ну скажем, вот внятное решение бедра. Вот бедро вышло, потом вот эта наклобучка на ножке женской обычно, чуть-чуть там утолщение. Коленочку, конечно, прочитываем всегда. Бугарки видны. В общем-то, если мы даже, хотя бы просто честненько срисуем бугорки, мы практически попадем. Ножка пошла сюда. Здесь желательно чуть-чуть показать вот эту идею мысика. За счет складочек. То есть мысика. Здесь цилиндрик, круглость, рёберная часть, грудные клеточки. Вот на картинке нет вот этого плеча. Мы, наверное, чуть-чуть его хотя бы обозначим. Что ручечка здесь ушла в траву и поддерживает фигурку. Когда мы работаем с белым, мы теневые партии делаем обычно с сиреневинкой. Единственное, что здесь нам еще предстоит положить так, чтобы тельце как бы немножко было прозрачным. Ну, как обычно, вот ночная рубашка просвечивает тело, да? Тело просвечивает сквозь ночную рубашку. Также здесь мы немного сделаем тело. Как бы угадываться будет цвет его под тканью платья. Расчистив краску, от краски расчистив, я внедряю, торгаю туда цвет тела. Для этого я взял английскую красную, чуть-чуть разберил. И вы видите, достаточно приятный цвет заходит. Еще более разберил. И ее же. На световые участки. Все время показывая идею штриха по цилиндру, то есть поперек круглости ноги. И готовы. Продолжение следует... Даже вот это вот мерцание красных и зеленоватых рефлексов в тени, вы видите, дает красивый цвет и уместный цвет тела в тенях. То есть если бы не рефлексы эти красные, то выглядело бы тело как пластмассовая кукла. А рефлексы дают эффект живого тела в живом пространстве. То есть наоборот зеленые рефлексы? Ну да, зеленые рефлексы. Ну собственно цвет окружающей среды. Рефлексы как цвет окружающей среды. Размер кистей вы видите. Вот интересный момент, что даже на уроках, на очных уроках, где вроде бы человек настроился повторять за учителем, ученики очень часто делают произвол. То есть им предписано сделать работу, допустим, крупной кистью, а они делают ее мелкой. И почему? Совершенно по своему усмотрению. Говоришь штриховать лежачей к холсту кистью, а человек штрихует торчачей, да еще и мелкой кистью, а ты ему большой предложил. То есть постарайтесь, те кто работает с видео, все-таки быть честнее, честнее выполнять задачи, которые перед вами ставятся, для того, чтобы иметь хотя бы близко результат. А во-вторых, для того, чтобы научиться этому деланию. Потому что иначе это детский лепет будет. То есть максимально точно старайтесь соответствовать предписанной задаче. И даже размеры холста, все-все, все старайтесь приблизить максимально. Все-все, все-таки доходим. Продолжение следует... 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 Сиреневые проявления цвета. Разбил розового и ультрамарина. И туда в траву уходит и теряется. Сиреневые проявления цвета. 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 Продолжение следует... 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 То есть вот такие элементы будут художественными, когда они не будут игнорировать фигуру. Даже нарочито выявлять ее. То есть складки по фигуре. Штрих по цилиндру. И вот все вместе формирует нечто симпатичное. Если вы посмотрите на картиночку, я думаю, нам оператор опять покажет картинку, то в общем-то степень прописки у нас фигуры сейчас почти равна, а даже и превышает степень прописки тамошних фигур. Единственное, что у нас еще не так, как там, это не настолько вырисован свет. То есть там свет аж кричит своей яркостью. И мы сейчас вот такого рода мазочечки, вот такого кричащего, оранжевого. А свет это не только разбеленность, но и в большей степени оранжевость. Хорошая, конечно, находка у этого художника вот эти супер яркие длинные линии. Вот и мы воспользовались этими линиями для своих целей. И так поступают всегда художники, слегка подворовывая друг у друга. И так поступают. Вы видите как бы некий нервный характер укладки. Как будто художник немножко танцует, укладывая эти травинки. На самом деле этот танец уместен. Если просто вот стоять и сухо укладывать эти травинки, то они такими и будут. Элементарными, неинтересными, неэстетичными. А вот это вот подыгрывание танцем в укладке, это ход, технологический ход, который позволяет сделать что-то интересное. Так. 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 У этих линий, акцентированных линий, есть некоторая логика. Сейчас об этой логике поговорим. Батька там охотится. Ну, вы видите, продолжается танец, кисть как будто ищет, где коснуться, немножко как ошпаренная касается. Сиреневые. То ли цветы, то ли теневые партии дополнят эффект. То ли платья из этих сиреневых партий или цветов, то ли цветы из этого материала платья. Поехали. Поехали. Спасибо. Вот такое смазывание рисунка. И она как будто бы, смотрите, как будто бы недоприземлилась. Как будто еще предстоит ей усесться в траву. Поехали. 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 Поехали вп Indiana в фонах. или, так, не наброски, может быть, набросковые картины или зарисовки ренуарчика, ренуара. Вы там увидите немало вот таких же, буквально, как в альбоме зарисованных, при этом это масляная живопись у него, картиночек. Вам советую тоже обратить внимание на вот характер такой укладки, как бы упрощение, как бы набросковый характер, который дает, в свою очередь, эффект эмоций, эффект впечатления. Продолжение следует... Теперь я доработаю чуть-чуть эту картиночку уже без съемки, но основную идею работы с аналогиями или подсказками, я думаю, вы обнаружили и поняли, да, что это разумный ход. Мы же совсем практически не повторили предыдущую картину, но мы взяли от нее вкуснятины и впустили в нашу картину. Могли бы меньше этих сделать, вот, нарочито узнаваемых вещей, но в любом случае это уже красиво. Вот, ну а я допишу и потом вы увидите. Друзья, значит, я поработал без камеры, ну, такую выписку осуществил, и сейчас покажу, что именно произошло. Что, собственно... Немножко я наполнил содержанием ножки. Чуть-чуть. Прямо в тот же вечер, когда это все начиналось, я все это и... Чуть-чуть ножки наполнил содержанием. Чуть-чуть снова их перебил травками. Может быть, вот эту глубину усилил. То есть, ну, это чисто такие рисовательные вещи, которые видел на картинке, такие и подкладывал. Чуть-чуть еще прорисовал платье и посмазывал, как вы видите, в некоторых местах, как мы когда расставались, так я и сделал напоследок. И снова потом повторил этот трюк. Немножко появил руку, которая теперь чуть-чуть виднеется сквозь траву, вместе с рукавом. Вы видите, личику я раздал акценты светлого. То есть, рисунок у нас уже был. Чуть-чуть ручку прописал. Травинка во рту с цветущим содержанием. Вот этих вот напустил. Все это у нас было на фотографии. Я думаю, камера покажет эту фотографию еще раз. И сиреневые вот цветики. Сиреневые, сиреневые. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. И она как будто в перине находится, в воздушной перине находится, за счет вот этих сиреневых акцентов. Надо сказать, что эти сиреневые я подведел также у автора, которым мы работали. У него они чуть иначе, они чуть другое подразумевают. А здесь это подразумевает практически только воздух. Ну, собственно, больше ничего великого здесь не произошло. И суть этой работы, я думаю, вы поняли, да, что мы берем фотоматериал и аналоги решения задачи или подсказки для решения задачи и создаем собственную картину. И вы видите, что, в принципе, дело-то не хитрое. Немножко рисунка. Вы же видите, особой прорисовки-то нет. Особой прорисовки-то нет. То есть, и вы, по идее, с уже хотя бы малыми навыками рисования можете себе позволить подобного рода задачи. Научитесь подбирать материал, вспомогательный материал для ваших творческих работ. Итак, вспомогательный материал для ваших творческих работ. Материал из работ других художников, как это делали во все времена великие, друг у друга подсматривали и брали. Ну, сейчас это совсем удобно за счет интернета, очень легко подобрать материал практически к любой картиночке. Итак, парами эти картинки и откладывайте. Вот появилась у вас фотография классная, интересная. А к ней у вас нашлась подсказка. Вы эту пару отложили отдельно в альбом. Парами откладываем. Парами или даже 2-3 фотографии вспомогательных откладываем в альбом. И они у вас дошли рядом идти. То есть, вам не надо потом все перерискивать, 3 часа искать подходящий материал. Она у вас уже парами лежит. И у вас действительно в любой момент только эмоциональный взрыв. Вы взяли и написали картину. Ну, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok